В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани уничтожили более 700 килограммов польских яблок. Авиадарс в этом году будет закрыт для личного транспорта. Уже с детства я очень интересовался знанием. Я был очень любопытным, любознательным ребенком. Читал много. Рязанский выпускник получил высшие баллы за ЕГЭ сразу по двум предметам. И в Рязанской областной думе сегодня были подведены итоги завершающейся весенней сессии. В Рязанской областной думе сегодня были подведены итоги завершающейся весенней сессии. Всего за этот период состоялось 9 заседаний. Живечное строительство, кадастровая оценка объектов недвижимости, агропромышленный комплекс, организация летнего отдыха детей, капитальный ремонт. Эти и другие вопросы рассматривались в отчетном периоде. Подробнее об итогах и целях на будущее в первом материале. Как рассказал в своем выступлении председатель областной думы Аркадий Фомин, в центре внимания депутатов находились вопросы социальной и бюджетно-налоговой политики. Изменения в областной бюджет на 2016 год были связаны с дополнительными поступлениями из федерального центра. Благодаря участию нашего региона в федеральных программах мы дополнительно получили свыше 11 миллиардов рублей. Эти средства идут на поддержку наших агропромышленных предприятий порядка 2 миллиардов рублей, на ремонт дорог порядка 1 миллиарда рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на строительство школ свыше 500 миллионов рублей. Изменения вносились и в инвестиционное и налоговое законодательство. Инициативы направлены на развитие инвестиционной деятельности, создание новых производств, укрепление малого и среднего бизнеса и экономики регионов в целом. Сегодня депутаты расширили зону внимания для потенциальных инвесторов. Российская федерация приняла закон об индустриальных парках, значит это как бы новый такой прорыв, да, и требования конечно к этим индустриальным паркам очень высоки. И сомневаюсь, что какие-то наши местные инвесторы смогут их выполнить. Поэтому мы, значит приняли, областная дума приняла, значит приняла закон об инвестиционных парках. В первую очередь будут поддерживаться, конечно, производство, туризм, моногорода. Значит потом определены сроки существования вот этих парков, определены преференции и также определена ситуация, при котором будут останавливать господдержку. Поэтому вот мы вот такие заложили такое, скажем, зерно, которое можно вот взращивать и будем расти до индустриальных парков. Среди общественно значимых нормативных правовых актов, поддержанных депутатами в период весенней сессии, был принят закон о компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт одиноким гражданам старше 70 лет и об общественном контроле. Комитет плодотворно работал, обобщил мнение всех общественных организаций, органов территориального общественного управления, то есть имеется в виду уже тех субъектов данного закона, которые будут работать в этом плане. В планах же на осеннюю сессию этого года продолжение работы над законопроектом, направленными на укрепление экономики региона, социальной сферы, повышение качества жизни рязанцев. Центральное место займет обсуждение и принятие закона о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В Рязани продолжают изымать яблоки неизвестного происхождения. Так, сегодня сотрудники Рязанской транспортной прокуратуры совместно с Россельхознадзором изъяли более 700 килограммов яблок польского происхождения на пятой базе. Судьба этих фруктов предопределена, в России продолжают тоннами уничтожать импортные продукты. Яблочки наливные, сочные, румяные. Только вот откуда взялись они, теперь предстоит выяснить сотрудникам транспортной прокуратуры, которые в очередной раз вышли в рейд на пятую базу, о результатах которого и рассказали нам. Сегодня в ходе проверочных мероприятий, проводимых Рязанской транспортной прокуратурой совместно с управлением Россельхознадзора на пятой базе города Рязани была выявлена партия яблок, страна происхождения которых больше, а также небольшая партия помидоров черри, тоже страна происхождения которых больше. Партия яблок более 700 килограмм была изъята и уничтожена, установлена в законном порядке. Помидоры черри, также производство Польши, также были изъяты и уничтожены. Овощи и фрукты у предпринимателей были изъяты и уничтожены. В настоящее время Рязанской транспортной прокуратурой проводятся мероприятия, направленные на привлечение виновного лица к ответственности. Индивидуальный предприниматель, предлагающий к реализации данную продукцию, будет привлечен к административной ответственности, вызван для составления постановления в Рязанскую транспортную прокуратуру. Всего с начала года прокуратурой было выявлено шесть случаев реализации запрещенной продукции на территории города. Все виновные лица были привлечены к ответственности. Изъято и уничтожено более двух тонн польских яблок и 300 килограммов турецких томатов. Каким именно образом продукты попали на территорию страны, пока неизвестно. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. И сегодня стало известно, что на Авиадарс 2016 не пустят личный транспорт. Проезд откроют только для специальных автобусов. Таким образом, организаторы конкурса попытаются избежать многокилометровых пробок, в которые попали зрители прошлогоднего авиашоу. Расписание специальных маршрутов пока неизвестно. Напомню, в начале лета губернатор Олег Ковалев пообещал помочь организаторам конкурса в том числе, цитирую, обеспечению беспрепятственного проезда экстренных служб, комфортной доставки участников, гостей и зрителей к месту проведения соревнований. Большинство россиян считают, что качество школьного образования ухудшилось после введения единого госэкзамена, так как учеников натаскивают только на прохождение тестов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Также сегодня стало известно, что тестовую часть в ЕГЭ в следующем году могут отменить практически по всем предметам. Об этом сообщил глава Рособорнадзора. По итогам этого года в Рязанской области 100 баллов на ЕГЭ получили 49 человек. Один из выпускников получил высшие баллы сразу по двум предметам. С ним познакомилась сегодня Марина Комиссарова. Многие ли из нас четко знали, кем хотят стать, когда заканчивали школу? Некоторые, даже окончив вуз, так и не нашли своего призвания. Совсем иначе обстоят дела у Артема Неугодова. Он определился с делом жизни в самом раннем детстве. Это очень долгая история, формирование такой мечты, наверное. И из детства какое-то сказочное, наверное, чуть-чуть представление о науке, вообще о том, что я буду ученым, допустим. Это развелось в вполне реальное будущее. Уже с детства я очень интересовался вообще знанием. Я был очень любопытным, любознательным ребенком. Читал много. Подарком моим любимым на всякие праздники и на день рождения была энциклопедия про природу. Ученый-биолог, прямо скажем, не самая популярная в современном мире профессия. Между тем, выбор сына ничуть не смутил его родителей. К решению я отнеслась очень положительно. Сформировалось оно с самого детства. Во-первых, в год мы ребенку подарили первую энциклопедию. Стал любимой книжкой, по ней он учился читать. У нас бабушка-биолог, которая с детства прививала ребенку и любовь к природе, и знания уже какие-то первоначальные. Игрушками в детстве у нас были микроскоп, телескоп. Лучшим подарком всегда энциклопедия. Поэтому, в общем-то, вопрос, кем стать, уже к первому классу у нас не стояло. В детстве Артем и родители шутили, будешь учиться в МГУ, даже не подозревая о том, что шутки окажутся пророческими. Обучаясь в 11 классе, Артем решил поучаствовать в Олимпиаде Московского университета по биологии и стал победителем, что дало ему право без вступительных экзаменов стать студентом вуза. ЕГЭ ему все равно пришлось задавать, чтобы получить школьный аттестат. И, пожалуй, никого не удивило, что по двум издаваемых экзаменов русскому языку и биологии выпускник получил максимальные 100 баллов. Знания, полученные в школе и природный талант, дополнены прекрасным воспитанием. И ни для кого не секрет, что, как бы ни старались учителя, по большей части личность формируется именно в семье. У Артема огромнейший потенциал. У него замечательная семья, которая ему дала так много всего, что работать с ним было очень приятно. Он начитанный настолько, что вот порой какое-нибудь произведение называют, ты понимаешь, что ты вот его не читал. Ну, признаешься, да, не читал. Такое бывает. Вот. И, конечно, знания у него хорошие, отличные знания. И результат вполне был ожидаемый. Детская мечта реализована. Вот-вот школьная парта сменится желанными аудиториями главного вуза страны. Впереди шесть лет, в течение которых будущий ученый будет познавать все тайны мироздания. Артем уже четко знает, что хотел бы заниматься генной инженерией. И наверняка спустя пару десятилетий мы еще услышим его фамилию. Рязань тонет в горах мусором. Контейнеры зарастают грязью. Согласно правилам благоустройства, хранить мусор на придомовой территории более трех дней запрещается. Но так происходит не всегда. Горожане выкладывают в интернет фотографии и возмущаются, что оплачивают коммунальные услуги исправно. Анна Герцовская проинспектировала несколько дворов. Ей слово. Для эксперимента наша съемочная группа отправилась по адресу улицы Тимакова, дом 5. Пост об излишне переполненных мусорных баках этого двора появился на просторах интернета на днях. Оказывается, отходы отсюда порой не вывозятся по несколько дней. По четыре, по пять дней. Идешь и каждый раз так. Я вот сейчас иду, вот в мусорные мусорные бутылочки. Сюда сверху положу, куда мне возвращаться с ним домой. И это все при том условии, что мусорные контейнеры наполняются очень быстро. Лично мы смогли наблюдать, как за полчаса сюда выбросили отходы более 20 человек. Помойку вывозят непостоянно. Ну, конечно, неудобство, запах постоянно. Вот это вот некрасиво все на это смотреть. Неэстетично, так можно сказать. Поэтому, конечно, доставляет неудобство. Ветер дует, даже вот в окнах квартиры запах этот поступает. При входе в дома, при въезде. В дома она сразу бросается в глаза, можно сказать, карточка двора. Визитной карточкой же дворов должны становиться оборудованные места для отдыха детей и взрослых. Но здесь, как и во многих других районах города, этого нет. Качели на скромной детской площадке давно повреждены в результате земельных работ во дворе. Несмотря на многочисленные просьбы жильцов, их так и не отремонтировали. А взрослым и посидеть даже во дворе негде. Территория вообще большая. Ну посмотрите, разве есть где-нибудь такая площадка? Огромнейшая просто. Но она не обустроенная. Даже посидеть лавочкой? Вот одна лавочка, да, больше посидеть негде. Зато этой большой зеленой зоной успешно пользуются автомобилисты. По словам местных жителей, в вечернее и утреннее время машины стоят прямо в трех сантиметрах от жилых домов. Да, да, в этом есть проблема. Ну потому что много машин, а места мало. Ставить их некуда и во двор не заехать. Иной раз даже просто с работы едешь, проездом элементарно. Машина не может проехать, потому что очень много машин. Я не знаю, просто у людей были гаражи, которые вот сносят. Наверное, может причина в этом. Оказывается, гаражи были снесены для строительства нового жилого дома. Обойдя несколько домов на улице Тимакова, мы обнаружили парковочный комплекс. Неподалеку. Оказывается, он здесь есть. Но почему же жители продолжают оставлять свои автомобили прямо на газоне рядом с подъездом, остается загадкой. Либо цена на парковочное место в этом гаражном комплексе слишком кусается, либо это собственная лень. Конечно, проще оставить машину около подъезда и сразу попасть домой. Но давайте прибавим сюда проблему эвакуации. Она, конечно, очистила наш город от автомобилей. Зато теперь они прячутся во многих дворах города. И тогда местным жителям все же стоит задуматься, могут ли они сами что-либо сделать, чтобы улучшить ситуацию около своих домов. Возможно, общее собрание жильцов, размеренный диалог сможет помочь и прийти к договоренностям о том, где и когда каждый из них должен оставлять свой автомобиль. Иван Купала, языческий славянский праздник в народном сознании был тесно переплетен с Рождеством Иоанна Предтечи. Русская православная церковь всегда с осуждением относилась к языческим элементам, которые люди привносили в этот праздник. Но многие традиции и обряды популярны до сих пор. До христианства наши предки молились языческим богам. Культ язычества древний, связанный с силами природы и магической мощью родной земли. Славяне отмечали Купайлу в ночь на 24 июня. Новый календарь перекинул его на 7 июля. В этот же день все православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя, самого почитаемого христианского святого после Богородицы. Именно он стал тем человеком, который крестил Христа. Но крещение Христа было иным, потому что если все люди омывали свою нечистоту, то Христос, будучи безгрешным, пошел в воду для того, чтобы взять на себя грехи всего человечества. Почему так причудливо переплелись эти праздники? Исследования достоверно показали, что слово «сочетание Иоанна Купала» возникло в результате народной адаптации имени Иоанна Крестителя, которая связана с ассоциативным восприятием проводимого Иоанном обряда крещения. Кстати, сами представители православной церкви убеждены в том, что язычники никогда не праздновали Купалу, а появилась легенда о ночных купаниях и прыжках через костер лишь благодаря ошибке летописца, и поддержали ее те, кому и сегодня выгодно зарабатывать на альтернативной вере. Никакого языческого праздника Иоанна Купала никогда не было. Были вот эти игрища, и эти игрища были еще и в Греции до принятия ручью христианства, то есть с языческим вообще никак не связано, а связано с некими отклонениями людей в разные непонятные народные обычаи, которые не имели под собой оснований. И само понятие Иоанна Купала как некого языческого божества возникает уже в 17 веке из-за ошибки летописца, одного из переписчиков древних лет, и потом уже с этого момента начинает переписываться и в другие источники. До этого времени никакого упоминания о Купале как языческом празднике не было. Сегодняшние представители язычества, а таких хватает, никакого отношения к древним не имеют, совершенно не чтя их традиции. И бороться с подобными явлениями необходимо хотя бы для того, чтобы лжеязычники не имели возможности зарабатывать на доверчивых гражданах. На этом у меня все. Мы желаем вам хорошего продолжения вечером и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин